Приветствую вас! И давайте пойдем по порядку по первому вашему вопросу. Значит, скажите, пожалуйста, свойственно ли мужчинам испытывать чувство одиночества? Ну, мужчины, вообще-то говоря, как и все люди, могут испытывать такие общечеловеческие ощущения, чувства, и одиночество является одним из этих чувств. Да, мужчинам свойственно испытывать чувство одиночества, но важно понимать, что это чувство одиночества у мужчин выражается немножко не так, как у женщин. Если женщины в большинстве своем с одиночеством пытаются или хотят бороться, то мужчины этого могут не делать. Мужчина может, не то чтобы прям мириться с тем, что он одинок, мужчина может как бы разочароваться в том, что он может быть не одинок. То есть, понимаете, да, о чем идет речь? Мужчина может отдавать себе отсчет в том, что у него не получится быть не одиноким. И вот в этом контексте, в этом ключе можно говорить о том, что одиночество мужчины, ну, скажем так, тесно, прошу прощения, переплетается с его гордостью. То есть, для мужчины одиночества есть суть одной из проявлений его гордости. То есть, ему, мужчине, невероятно сложно признать, что он одинокий, потому что это будет слабостью. Слабостью для него, для мужчины. Отсюда его нежелание что-либо менять в своей жизни, потому что если он начнет в своей жизни что-то менять, это будет для него проявлением слабости. Мужчина не хочет выглядеть слабым и отсюда его нежелание что-либо менять. То есть, вот это ответ на ваш первый вопрос. Второй вопрос, значит, действительно ли его все устраивает или он тщательно скрывает свое одиночество от своих близких? Ну, понимаете, в чем дело? Это очень тонкий момент, я бы даже сказал деликат. То есть, вообще-то говоря, мужчина не одинок. У него есть друзья, у него есть компания, с которой он общается. И в этом плане у мужчины все хорошо, на самом деле. А что у него нехорошо? Нехорошо у него в личной жизни. Вот с личной жизнью есть проблема. Значит, вы говорите здесь про мужское одиночество только в контексте его личной жизни. Как социальный индивид, мужчина не одинок. Два раза или раз в неделю выпить с друзьями, это, знаете ли, может быть и немного по вашим меркам. Но это вполне, вполне достаточно может быть для мужчин. Ему больше не нужно, как человеку самодостаточному, да, как человеку зрелому и так далее, ему больше не нужно. А вот нужно ли мужчине чувствовать себя мужчиной, нужно ли мужчине женщин? То есть мы с вами так, немного дифференцировали, да, одиночество. Суждали мужчине женщину. Да, мужчине женщина, безусловно, нужна. Но, понимаете, в чем проблема? Значит, вы не пишете, а потом... Значит, что он... Он, у него... Были у него браки или нет? То есть вы пишете, что просто остался три года назад жить... Непонятно, был ли это брак или нет, был ли вообще мужчина когда-либо женат или нет. Но то, что он, будучи уже 47-летним, расстался с женщиной, говорит о том, что отношения с ней у него не сложились. И в этом возрасте, вот в возрасте мужчины, да, когда ему уже, там, довольно много лет, достаточно тяжело, если не сказать больше, что почти невозможно. А точнее, возможно, конечно, но должны быть, знаете как, должны быть очень много впадений в условиях, чтобы все получилось так, как нужно. Для того, чтобы у мужчины были отношения. Потому что, чем человек старше, тем тяжелее он пускает кого-либо в свою жизнь. Тем тяжелее он с кем-то сближается вообще. Просто потому, что для него это, ну, сила возраста, слишком хлопотно, слишком трудоемко и, по его глубокому убеждению, ну, не окупает тех усилий, которые он тратит на этом. И в этом ключе можно сказать, что мужчина для себя решил, или, если угодно, даже не решил, а, как бы, понял, что вот у него единственный выход, для него единственный выход, то только один, быть в одиночестве. То есть нету у него, по его мнению, какого-либо другого шанса одиноким не быть. Нету. Отсюда всех, как бы, проблемы мужчины. Именно потому, что он сам себе не оставил шанса на нормализацию своих отношений, если угодно. А решать проблемы, которые у него есть, что-то в себе менять, что-то в себе переосознавать в таком возрасте очень тяжело. Поэтому нет, он не скрывает свое одиночество от своих близких, он просто решил для себя, что вот ему так комфортно, ему так удобно, это единственный для него выход, наиболее приемлемый вариант. Все, больше вариантов он для себя не видит. Далее, значит, согласит ли мужчину такой образ жизни, или для мужчин это может быть нормой? Видите ли, норма, как вам уже сказали мои коллеги, норма это очень растяжимое понятие. Растяжимое понятие в том смысле, что у каждого человека норма, она своя, условно говоря, и нет какой-то одной нормы, которую можно было сказать, вот это норма, и как бы все, да, и вот мы этой нормой ее придерживаем. Такого нельзя сказать, к сожалению. Или может быть к счастью, вот тут уже как, кто как думает. Вот, норма у мужчины сложилась, как бы его норма, его норма жизни, она сложилась сама, то есть благодаря его, как бы, ну, обстоятельствам, жизненным обстоятельствам. И для него, вот, для мужчины, для мужчины, да, это норма сейчас, но эта норма может быть расширена, если появятся какие-то обстоятельства. И тогда вам нужно понять здесь, наверное, главное, что нет какой-то четкой нормы ситуации. Есть, как бы, норма, которая актуальна для мужчины в данный конкретный момент времени. Вот это, наверное, самая правильная позиция, самое правильное понимание того, как обстоять дела. То есть не норма руководит мужчиной, не норма. Мужчина руководит его актуальные потребности, его актуальные цели и его актуальные желания, которые на данный момент у него сейчас есть. И если мужчина видит, что он какие-то желания может удовлетворить свои, а какие-то нет, то здесь все упирается в некую принципиальность и в некую гордость. То есть принципиальность здесь связана с тем, что мужчина не пойдет против себя, против своей, скажем так, воли, против своих убеждений. И мужчина против этого не пойдет, он, вот если одинок, он не будет сам искать, не будет сам пытаться что-то налаживать, потому что это ниже его достоинства, ниже его гордости. Но при этом, как и любой мужчина, у того, о ком вы говорите, есть объективная, природная потребность в чем? В том, чтобы быть женщина, в том, чтобы быть в отношениях с женщиной. Другое дело, что эту потребность, как бы он не реализует так, как мог бы, потому что ему мешает убеждение. Мужчине мешают убеждение, его личное убеждение, мешает мужчине. И из-за этого он, собственно говоря, и пребывает в том положении, в котором он находится сейчас. Я бы не рекомендовал вам как-то, знаете, на него давить, говорить ему о том, что вот, мол, ты живешь неправильно. У меня, знаете, сложилось, может быть, ошибочное представление о том, что вы родственник мужчины. Потому что, вот, это ваше близких, вот, как бы, наводит на мысль о том, что вы, может быть, являетесь родственником для него. Так вот, если вы родственник для мужчины, то постарайтесь, знаете, что сделать? Не убеждать его в том, что он как-то вот неправильно живет, А постарайтесь расширить кругозор мужчины. А постарайтесь показать ему, что есть, есть все-таки другая жизнь. Может быть, даже более лучшая жизнь, чем та, которую мужчины знают. Постарайтесь вот это все за него донести. И если у вас получится расширить кругозор мужчины, расширить, ну, сознание его, то есть все шансы, что у него наладится жизнь. Он встретит ту женщину, которая даст ему то, чего он хочет. Если же вы для мужчины все-таки не родной человек, а вот, как бы, его, ну, я не знаю, подруга, может быть, там, возлюбленная, возлюбленная и так далее, если такая ситуация, то тогда мне бы хотелось, чтобы вы поняли другую, другую важную вещь. Она заключается в том, что вам необходимо понять, чего мужчина хочет от женщин. И постараться вот это ему дать. Вам нужно понять, какой мужчина хочет видеть женщину. И постараться быть для него той, какой он хочет вас видеть. Поверьте, человек будет вам благодарен, ну, в итоге, по, как бы, ну, по прошествии времени. Человек вам будет благодарен, что где-то вы настояли на своем, да, где-то вы, как бы, вели себя достаточно однопорько, настойчиво. Поверьте мне, мужчина будет вам благодарен. Но не ждите, что он сам будет что-то делать для того, чтобы быть с вами. Вот этого считать категорически нельзя. И если вы являетесь для него, так сказать, подругой или знакомой, то убедительная к вам просьба по возможности не воспринимать его в рамках вот каких-то, знаете, каких-то норм, каких-то наших порогов, каких-то, знаете, таких правильных аспектов, потому что это не приведет ни к чему хорошему. Нужно человека воспринимать, по возможности, конечно, человека нужно воспринимать все-таки таким, какой он есть, а не таким, каким вам, например, хотелось бы его видеть. И тогда, я думаю, у вас будут все шансы для того, чтобы раскрыть мужчину по максимуму и дать ему то, что он, собственно говоря, хочет. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Удиваю вам всего доброго и удачи! Продолжение следует...